Всех приветствую! Недавно восстановил стекла основных фар, теперь нужно взяться за восстановление этих противотуманок. Они не грязные, они уже настолько бескоструйны, еще там что-то с креплением такое, мне кажется. Вот, они выглядят прям очень удручающе, не светят абсолютно. Сейчас включу свет. Вот так вот светят противотуманки. Попробую навести, но грубо говоря очень печально выглядит. Ну что ж, нужно снять накладки и открутить эти противотуманки. Для того, чтобы снять эту накладку, на примере вот уже снятый покажу, значит, вот здесь вот сверху есть два таких вот места, где можно зацепиться. Значит, зацепляемся отверткой, направляем вниз и отщелкиваем сверху. Соответственно, здесь, значит, вот это отверстие, туда просовываем отвертку, направляем вниз и тянем на себя. И здесь вот тоже самое. Вот здесь отвертка, это вниз, и вот она уже там, сверху она вышла. И потом это все тянем на себя. А снизу просто обычные две защелки. Они, в принципе, нормально отстегиваются, без усилий. Теперь, чтобы снять противотуманку, нужно открутить торксом Т25, два крепления, одно и второе. Ага, крепление сломано. Надо будет починить заодно и отсоединить вот этот вот коннектор. Фары, судя по всему, еще оригинальные. Вот теперь нужно все это дело отмыть, починить и заполировать. Идем в ванную и моем фару. Значит, одну я уже отмыл. Нашел, что она 2011 года. То есть, это родное. Помыл изнутри. Сюда легко все помещается. Можно и стекло помыть, и отражатель. Отражатель в хорошем состоянии. Единственное место, где оно отслоилось, это вот тут. Вот. И вот так вот она вымытая выглядит. Вот так вот грязная. То есть, стекло лучше не стало отмойки. отражатель плюс-минус в таком же состоянии. Поэтому сейчас это отмываю аккуратно, сушу и приступаю к полировке. А теперь о процессе полировки. Одну фару я уже сделал. Получилось как-то вот так. Конечно, не совсем идеально. Какие-то глубокие такие ранения устранить, конечно же, не получится, только если действительно очень много времени на это потратить. А теперь в сравнении, как это было до и как после. Разница ощутимая. Конечно, на Алиэкспрессе можно купить стекла, но я даже не знаю, как они сюда приклеены. Скорее всего, на стекольной герметике, которая, опять же, практически, ну, какой-то только химии снимать. У меня на C7 фару не получилось разобрать. Вот, значит, что потребуется из материалов. На одну фару у меня ушло один вот такой вот лист 220, один лист 320 и вот эти вот совсем чуть-чуть ушло. 400, 800, 1000 и 1500. Тут буквально по одной полоске, по четыре кусочка. В общем, сначала снимается основной проблемный слой вот этими двумя. 220 снимается с большими рисками, 320 поменьше. И, короче, остальные потом уже просто убирать вот эти риски от этих наждачек. Значит, делал вот этими листами на сухую, иногда протирая, теми мелкими уже с добавлением воды. Вот, значит, нам нужно в 220 сначала снять вот этот поврежденный слой стекла. Это будет достаточно проблематично. Конечно, хорошо бы использовать какой-то ручной, какой-то электроинструмент. Главное не перегреть это стекло. Что ж, приступим. Сначала я их нарезал на вот такие вот кусочки. Получается 4х4, 16 таких вот прямоугольников. И начинаем защищать. Это очень долго, поэтому, естественно, я все не буду вставлять. И начинаем вот так вот тереть, убирая вот лишние продукты. На это у меня ушло, по-моему, около, не знаю, около двух часов так вот обработать. И на это у меня ушло. Продолжение следует... Продолжение следует... Не поймается фокус... Короче, здесь есть вот такие очень глубокие повреждения, которые полировать можно год, наверное. Снимать этот слой из стекла. Был бы пластик, было бы все гораздо проще. Также ее на 16 кусков разрезаем и начинаем полировать. Продолжение следует... Итогу вот лист 320-ки тоже ушел. Теперь она еще более гладкая и более мутная. Риски еще будут немножко заметны. Вот так выглядит, если побрызгать. Теперь приступаем к 400-ке. Но ее буду немножко смачивать. 400-ка на ткани 8. После мокрой 400-ки фары выглядит уже лучше. Риски совсем практически уже незаметны. Но мы приступаем к следующей градации. Это 800-ка. 800-ка отработал. Теперь остается еще два. Это... 1000 и 1500. Но я уже, наверное, не буду списывать видео. Все, в принципе, однотипно. Что ж, последний наждающийся прошелся. Здесь это пока конденсат внутри стекла скопился. Но оно теперь максимально гладкое. По поводу полироля. Значит, я думал пройтись этим. Но это все-таки больше для лака, кузова и так далее. У меня такая полироля осталась вот такая, вот такая. Короче, другого нет. Что я сделал? Я прошелся предыдущей фарой. Значит, взял пасту Гоя. Зеленую такую вот. Всем известную. И вот так вот равномерно пытался отполировать. Зеленую пасту Гоя. Зеленую пасту Гоя. Вот получился вот такой вот результат. Сейчас еще пройдусь. Полирули вот такой вот. Или вот такой вот. Ну, чисто так, чтобы оно чуть более гладкое было. Но на стекло особо не повлияет. Все шло достаточно хорошо, пока я не решил почистить отражатель очистителем для стекол. И вот что началось. Вовремя прекратил это делать. Так что, мой совет, не стоит туда очиститель для стекол заливать. Вот теперь сейчас сушу и под пленочку. Здесь все нормально с отражателем. А здесь хреновенько. Вот тут вот. ну вот так получилось обклеить пленочкой противотуманку первый раз клею фару уже клеил в принципе получилось по моему вообще шикарно ну что ж приступаю к второй ну что ж вот и вторая фара готова ну результат прям если бы не вот это я бы не сказал что возможно восстановить эти фары до такого состояния прям я в шоке после нанесения пленки они прям реально прозрачные прям супер супер я рад ну что ж сушу их здесь надо сейчас будет подклеить крепление где она отломанная как отломанное крепление вот это сейчас подклею его и можно будет в принципе стоять ну что ж теперь последним штрихом это восстановление этого крепления значит обезжириваю поверхности которые буду склеивать эту и эту они достаточно тут хорошо совмещаются то есть кусков больше не потеряно потом сначала сажаю на супер клей здесь чтобы она сидела и сверху буду посыпать обычной пищевой содой и это будет крепление прям крепче чем сам пластик вот так сначала на суперклей он немножко растекается и теперь это место можно посыпать соды в итоге получаем вот такой вот результат здесь изнутри можно даже чуть побольше по месту излома выглядит конечно не шикарно но все это будет естественно незаметном пространстве находиться поэтому пофигу главное чтобы оно было крепко все теперь можно устанавливать обратно фарки подсохла остались только вот эти вот точечки такие это глубокие прям повреждения стекла здесь линзу я уже не стал трогать чтобы ее не повредить но фара выглядит прям очень шикарно вот это место осталось только что подсушить но на высохнет со временем такие свойства пленки вот такой получился конечный результат выглядит как новое действительно я не ожидал но они немножко сейчас вот это запотели из того что на улице холоднее чем дома поэтому такой конденсат образовался сразу сейчас включу вот так то они светят в рабочем состоянии видно и отражател лампу не могу сказать что противотуманки прям светит очень ярко но внешний вид их конечно сейчас теперь меня радует в этой противотуманке который нарушился отражающий слой если сделать она все равно ярко светит то есть если не сфокусировать на фаре обычный свет то она конечно слепит все равно то есть менять я ее из-за этого отражателя не буду но все же неприятно так что если кто-то будет по моим ступам то же самое делать ни в коем случае не трогайте отражать на этом наверно все подписывайтесь ставьте лайки всем пока